Крестильный храм, посвященный святому мученику Вячеславу Чешскому, появился в нижнем пределе храма Рождества Христова на Песках. Чин освящения совершил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсануфии. Подробности в следующем сюжете. Призрис небесе Божий вишь, и посети виноград сей, и утверди, Его же насади, десница Твоя. Первую божественную литургию в новоосвященном храме возглавил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсануфии. Престол осветили в честь святого мученика Вячеслава Чешского. Это был тоже удивительно святой молодой человек, совершенно воспитанной в веру в семье бабушки. У него была бабушка-мученица Людмила, тоже воспитала его в такой вере. Вот так случилось, что брат родной, младший, позавидовал его престолу и решил наемников найти. И в тот день, когда храм освящался, убили этого молодого князя. Конечно, эти случаи были у нас в Одной Руси, мы знаем, и князь Игорь убит был своим, и Борис и Глеб, и Андрей Боголюбский. Все это было в истории, и мы почитаем этих людей как исповедников, как мучеников, которые не стали сопротивляться, а отдали свою душу, чтобы не было еще больше скорби в этой жизни. Но вот они пострадали. Крестильный храм Вячеслава Чешского разместился в нижнем пределе храма Рождества Христова на Песках. Строгая классическая церковь была построена еще в XVIII веке, но, как и многие, подверглась разрушению. В наши дни храм полностью воссоздан по чертежам и фотографиям. В этом году здесь осветили три престола в верхнем пределе, а сейчас дошла очередь и до нижнего. Теперь благая весть звучит повсюду. Муж исполн прокажения, и, видев Иисуса под низ, молясь ему глаголем, Господи, ащи-хощи-ши, можешь имя очистить, и прости руку, коснусь его рек, хочу очиститься. В конце богослужения правящий архиерей поздравил настоятеля освященного храма и поблагодарил ктитора Вячеслава Заренкова за труды на благо церкви.